Сегодня будем работать новиночками. Я их так долго ждала, просто, это же просто, это же бусинки. Во-первых, я очень люблю акригель. Во-вторых, как я долго ждала цвета молочного. Я вообще люблю вот эти белые базы, молочные гели всякие разные. И когда думали, какой сделать цвет еще акригель, я говорю, конечно, белый, конечно же, белый, молочный, белый, конечно. А потому что мне, когда нужен был раньше молочный акригель, я брала белый и мешала его с прозрачным. Ну, на самом деле эффект не тот. Во-первых, пузыри, да. Во-вторых, чтобы его хорошо перемешать, качественно, это надо задолбаться. Ну, что я вам рассказываю? Ну, не то пальто, но если сильно надо, то можно. Вот. И вот мы дождались. И вышел еще акригель. А кавер мой любимый, это самый идеальный цвет камуфлирующего акригеля. Акригель кавер и акригель милк. Это вот два теперь новых акригеля в новом формате, в тубах, как мы все хотели, как мы все ждали. Вот. С самого начала все просили, что будет, ну, что нужно в тубах, что банке неудобно, там, еще что-то. Спасибо за комплименты. Вот. И, наконец-то, мы дождались. Они такие хорошенькие, боже мой, терненькие. Это первое. Второе. У них 100%, я его лично тестировала, вот этот милк, который... Ну, кавер, естественно, само собой, он уже как бы давно, это тот же самый кавер акригель, который в банке, который все любят, безумно комфортные выкладки, мягкая пилица, безупречный оттенок, просто. Это самый идеальный акригель, который еще можно придумать. Вот если вы никогда не работали акригелем, и вы хотите попробовать охрененный сразу, берите кавер. Формат у них 30 миллилитров. Я по цене, вот честно, я же вообще не знаю, ну, я сейчас спросила у менеджеров, они мне не успели опять перед эфиром. Поэтому я выложу сториз потом и напишу вам цену, хорошо? 30 миллилитров и тот, и тот. Вот. А когда тестировали милк, искали белый, я говорю, нужен такой, как кавер. И вот там много-много-много разных было. И я когда взяла вот этот в руки, я говорю, это кавер. Это кавер, он очень похож по консистенции, он вообще офигенно выравнивается, он крутой по цвету, мягко пилится и просто офигенно носится. Вообще, акригелем нужно научиться работать. Я вам расскажу историю, как я им начала работать. Я была скептична очень к нему. Вот, у меня сегодня в помещении 750 градусов плюс. Мне очень тепло. В Питере проблема, нет кондиционеров нигде, потому что они, ну, такой погоды не бывает. Это ж мы приехали, понимаете, три недели, ни разу не было дождя и просто адская жара. Нигде нет кондиционеров. Ни в магазинах, ни в квартирах, ни вообще нигде. Я уже неделю жду, пока в соседнем крыле в офисе сделают кондиционер, я туда перееду. А пока, а пока, греюсь, греюсь. Акригелем нужно уметь работать. Почему, для чего? Много техник можно выполнять с помощью акригеля. Ну, во-первых, для укрепления он офигенский. Если вы научитесь быстро им работать... А, вот мне написали цену. 1950, 30 миллилитров. Что-то цена вообще такая хорошая. Начинаю там писать уже. Скинешь что-то. Все, я получила ответ. 1950 и тот, и тот, 30 миллилитров. Укрепления для слабых ногтей, тонких, которые вот такие тряпочные. Запечатку, допустим, там никак с ней парится, если вы вообще не умеете делать. Вы просто хотите делать укрепление способом, когда укрепляем просто по поверхности свободный край. А от кутикулы уже можно либо его же положить, если ногти более или менее в нормальном состоянии. Если прям совсем-совсем в хламе, то можно укрепить свободный край акригелем. То есть выложить его. У меня даже мастер-класс есть в ленте, как это делать. И есть у меня в ТикТоке мастер-класс. И есть эфир, когда я на себе делала белым только. Белым кончик делала, а потом, по-моему, базой фабер белой перетягивала. Вот тоже есть такое. Посмотрите, это совмещение акригель плюс гель-лак. Есть уже такой эфир. Вот, плюс длинные ногти удобно моделировать. В одну каплю. То есть это единственный материал, но я за акрил не говорю. Это единственный материал, которым можно длинные ногти в один раз выложить гелем, базой. Никакой консистенции. Ну, если мы не берем желе, конечно же. Не выложишь в одну каплю длинную длину. Акригелем это можно сделать. Плюс мы его используем в выкладном френче точно так же. Бортик, вот эту высоту по линии улыбки, где мы потом перфорируем. Никаким материалом вы не выложите вот эту высоту в одну каплю, только акригелем. Мы раньше мучались гелем, заливали в несколько раз эту каплю, ну то стекало, то еще что-то. Появился акригель, стало гораздо проще. Привет, привет, всем привет. Почему акригель выпустили в тубиках? Ну вот выпустили и выпустили. Вы же просили все. Вы же просто все оборвали директ. Хотим в тубах. Вот, пожалуйста, в тубах. Знаете, вот я работала с банок, акригелем все это время, и у меня не было с ним проблем. Я умею набирать капли. Я даже показывала в эфирах как-то, как набирать эту каплю, доставать, чтобы не мешать акригель. Проблема в чем? В том, что когда вы достаете, просто вот так набираете, начинаете тянуть акригель, вот так наматывать его на палку, или там колупаться, образуются пузыри. То есть вы следующую берете, там уже пузырек. В тубе вы выдавили, срезали, положили. То есть все. Ну то есть если с банки работать акригелем, нужно просто уметь это делать, научиться брать эту капельку. Так, чтобы не было пузырей. И все. В тубе минус, то есть в банке минус пузырей, в тубе минус. В конце выдавливать тяжело, когда его уже мало. Но я вам говорю сразу, если вы покупаете в тубах акригель, сразу, сразу, не ждите. Бежите в магазин парикмахерского там всякого этой херни и покупайте себе выдавливатель для краски. Потому что если сразу не купите, начнет заканчиваться, ее не будет, будете беситься. Вы там скажете, нахрена вы выпустили в тубах банков? Тебе очень идет быть рыженькой. Спасибо. У меня уже отросли корни, у меня уже такой неровный цвет. Я еще не нашла себе здесь парикмахера хорошего. Поэтому если у кого-то есть контакты хорошего парикмахера, который делает сложные красивые окрашивания, кидайте мне контакты. Когда же выпустили верхнюю форму? Понимаете, вот процесс выпуска нового продукта, вы не представляете себе, насколько это сложный процесс и долговременный. Кажется, всегда все легко. Это очень сложный и долгий процесс. И это не просто мне принесли форму, я их посмотрела там пять штук, выбрала, все, делайте. И они такие раз, и нас еще не выпустили. Это очень длительный, трудоемкий процесс. Мы не оттягиваем, мы не сидим специально, не затягиваем процессы, просто вот такая система выпуска новых продуктов. Мы же, понимаете, официальная компания, у нас все легально, у нас все сертифицировано. То есть это куча всяких документов, куча договоров, куча проверок, куча проверок производством, качеством и там химиками, лабораториями. То есть это очень сложный процесс. Так. Укрепить свободный край поверх необезжиривания. Да. Эфиры мои, смотрите. Быстро. И вам, для кого вообще вот это все, а? Сижу тут. Жду его с нетерпением, когда появится. Ну, он уже отгружается в регионы, девчуленьки. Он уже отгружается в регионы, и он уже на эми-шоп на неделе будет. Понимаете? Он у меня была, у меня тормозит эфир. А у вас как с изображением сейчас? Все хорошо? Напишите, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, в чем секрет чистого маникюра? В правильном подборе фрез, безусловно. В умении разбираться в коже, в типах кожи. В подборе фрез. Скажите, курс по программам, сколько еще будет по старой цене? До начала августа. Аня, ты губки качнула? Вот вы... Мне вообще удивляюще. Но вот вы видели же, что меня до. Видите сейчас. Вы хотите просто, чтобы я это сказала? Я это уже говорила. Да, естественно, я качнула губки. Я это делаю постоянно, систематически, раз в полгода. Мне очень нравится. У меня крутой мастер. Супер крутой материал, который не делает их неестественными, а делает их такими, как мне нравятся. Поэтому, если вы хотите это сделать, я вам настоятельно рекомендую. И я за такие процедуры. Но в меру. Если у человека есть вкус, и он понимает, меру знает, то можно делать все. О, спасибо за совет. Выдавливатель краски. Ну, конечно. Скажите, курс по бровям, это ответила? Та-та-ра-та-та. Ну что, я сегодня буду показывать. Блин, у меня тормозит видео. На себе. Вот. У меня уже безумно отросли ногти. Уже месяц прошел. Я делала еще перед морем. У нас в Эмми маникюр Ростов. И уже тут все. Уже просто. Уже просто негожи. Длинные-длинные. Но все на месте. Нет от слоек. Нет свободного края. Я сейчас покажу вам, что такое запечатка. И почему запечатка. Это идеальный вообще вариант для бешеных клиентов. и для тонких ногтей. На вопросы потом все отвечу. Оп. И у меня тут столик мой. Сейчас я отключу комментарий, потому что мне кажется... О, что они... Что тормозит видео именно из-за комментариев. Ой, скажите, у кого адская жара? А, все нормально. Не тормозит, не зависает. Это, видимо, у меня из-за фильтра. Это, видимо, у меня из-за фильтра. Да, отросли. Вот посмотрите. Посмотрите. Какие длинные. И с бликами здесь все хорошо. Это круглая лампа стоит сбоку, поэтому блики кривые. У меня с ногтями все прекрасно. Они все ровные. Просто идеальной формы были. Вот посмотрите. Ни один ноготь не скрутился. Ни один ноготь не скрутился. И ни один ноготь не отслоился от свободного края. Посмотрите. А я, между прочим, вот... Я тот клиент, который... Вы смотрите, что я сделала с ногтем. Я просто его содрала вместе. Вы не представляете, что я делала этими ногтями. Ну, то есть я очень-очень не жалею свои ногти. И мне без запечатки, посмотрите, все. Даже краска не стерлась. Вот видите, на указательных стерлась. А здесь даже краска на месте. Месяц прошел. И это запечатывание. Если бы у меня был гель-лак, они бы все скрутились. Вот так вот пошли вертолетами. Я бы их повыламывала просто нафиг все. Поэтому я говорю, девочки, учитесь делать сложные техники совмещения. Учитесь работать гелями, акригелями. Понимаете? Вы мне очень часто шлете в директ сообщение. Укрепила ногти гелем, почему не держится? Отслаивается от свободного края. Говорю, пришлите в фотографии, присылаете. Видно, сколот вот так гель. И там толщина просто, как будто помазали базой. Девчоночки мои, учитесь моделировать. Моделирование гелями, акригелем. Это сложные технологические процедуры. Им нужно учиться. Понимаете? Просто делать гель-лак, потом купить гель, помазать его. И это не прокатывает. Нужно учиться. Нужно знать архитектуру искусственных ногтей. Нужно учиться пилу. Чайка. Учиться пилу. Понимаете? Даже гель-лаком просто помазать нельзя. Учитесь моделированию. Смотрите мои эфиры. Учитесь по эфирам, если нет возможности. Есть возможность. Покупайте курсы. Нужно учиться. Просто так, как бы ничего не дается. Так. Я буду снимать металлической фрезой. Ну, как бы потому, что у меня... Бля. Ну, хорэ. Не эфир. Бля, прям она окном летает. Буду снимать металлической фрезой. Почему? Потому что у меня гель. Я прошу еще очень сильно, девчоночки, вас, родненькие мои, любименькие мои. Христом Богом вас прошу. Не снимайте вы гель-лак ни с ног, ни с рук металлическими фрезами. Если там тонкий слой. Пожалуйста. Вот керамическая фреза. Она для работы с гель-лаком. Она, даже если вы коснетесь ногтя, она не так сильно повредит, как металлическая. Понимаете? Здесь как нож. Как тысяча маленьких ножей, ножичков, топориков. И вы этими топориками... И плюс еще круглая она. Видите? Ну, то есть она касается ногтевой пластины. И она сразу, даже когда касается слегка, делает яму. Пожалуйста, не пилите ногти металлическими фрезами. Я сходила на педикюр недавно. Мне сняли вот такой фрезой. Я даже не успела глазом моргнуть гель-лак. Просто. Я когда увидела, что у меня ногти красные, я чуть в обморок не упала. Пожалуйста, будьте аккуратны. Я не знаю, я, наверное, все не буду делать. Парочку. Можно, можно быть, можно даже большой. Можно даже большой. Ну, и в тубах понравится, девчоночки. Ну, ладно, я сейчас сниму всю руку, потому что мне все равно делать. Проснять я не буду вам. Уже язык болит. Как правильно мы снимаем, как работаем металлическими фрезами, вы должны уже знать. Мы не трогаем ноготь. Мы не подходим к границе. Вы смотрите, я как пилю. Я вот здесь оставляю миллиметр. Хоть я и умею спиливать так металлической фрезой, чтобы не повредить натуральный ноготь. Но даже я не касаюсь, потому что я знаю, что металлической фрезой можно очень сильно повредить. Я оставляю всегда по границе гель-ногой. Чуть-чуть-чуть-чуть совсем. Ну, длину я решила в этот раз не убирать, но мне придется подспилить по поверхности, потому что у меня здесь камуфлирующий. Не помню даже, чем я уже делала в прошлый раз. А, это мне делала Карина. Это софт спинк или нюд, не помню. Так как я хочу белые ногти молочные, вот смотрите. Если я сейчас, у меня там нет отслоек, я могу, в принципе, чуть-чуть подснять и корректировать. Но я хочу поменять цвет скульптуры. То есть я хочу молочные ногти. И я буду спиливать не до своего натурального ногтя, а оставлю буквально тонкий слой, там, полмиллиметрика, чуть меньше, да, чтобы при моделировании у меня не было мрамора. То есть когда я хочу поменять цвет скульптуры, мне нужно обязательно спилить толщину. Иначе мрамор будет некрасиво. Вот у кутикулы будет красиво лежать. Ну, молочный, понятно. А дальше будет мрамор. То есть это уже некрасиво. Поэтому прям стараюсь подснять побольше, чтобы был цвет чистый, красивый. Но до своего ногтя не дохожу. Работаю я вот этой частью фризы, широкой. Смотрите, если вы пилите вот так, вы будете пилить три дня. А так многие пилят. А пилить нужно так, чтобы работать широкой частью. Прикладываем, нажимаем и протягиваем одно движение. Вы делаете меньше движений, но больше снимаете при этом. Носик фризен для того, чтобы вот сюда подходить, куда широкая часть не доходит. А работаем мы всегда полностью широкой частью. Здесь я пилю на себя, хотя мы так не делаем, но потому что я сама себе... Блин! Потому что я делаю сама себе. Все, запылила тут все. Не подхожу. Смотрите, я вот даже вот здесь. Аккуратно, аккуратно. Аккуратно, аккуратно. Хватит одного движения, фризы такого с нажатием на ноготь, чтобы перепилить безбожно его. И на этом месте, где вы перепилили, почему страшны отслойки? Потому что на том месте, где вы перепиливаете ногти, потом идут отслойки, девочки. Почему так важны перепилы, точнее? Потому что на тех местах, где ногти истанщены, идут отслойки. Если вы на одном и том же месте раз повредили, два повредили, три повредили, кстати, четвертый раз отслойка пойдет на третий день. или даже в первые сутки понимаете поэтому стараемся не перепиливать максимально аккуратно я понимаю что где-то быстрее до взять махануть фрезой в два движения спилить материал но вы думаете не только о том что вы портите ногти клиенту вы думаете о том что он ко мне придет потом когда у него на следующий день уже отслойки пойдут самая распространенная причина быстрых отслой когда идут особенно когда знаете говорят вот не было отслой все было хорошо а вот последние там два-три раза все идут отслойки вот вот ничего не можем сделать а это потому что скорее всего перепиливаете либо фрезой когда делаете маникюр либо когда снимаете материал раз перепилили 2 перепилили все третий раз уже не держит тонкая ногтевая пластина когда она истончена она во первых выделяет влагу поврежденные ногти выделяют влагу влага это уже причина отслойка есть момент есть момент плюс тонкая ногтевая пластина не держит материал поэтому имейте в это в виду и старайтесь работать максимально деликатно почему я говорю вот девочкам которые учились только на маникюр и не учились на моделирование всегда вот девочки не пилить и фрезами поверхность если нужно спилить берите пилку почему меня сейчас обижаются аж а почему вот вы говорите что девочкам которые учились на маникюр не пилить фрезами игры потому что те девочки которые не учились на моделирование только закончили маникюр у них нет представления поверхности для них ноготь это плоская поверхность и они пилят фрезой вот так и не понимают что есть изгибы продольные поперечные как нужно правильно выставить фрезу где как нажать где какой наклон фрезы поставить знаете хотите пилить хотите моделировать выучить выучитесь на моделирование не зря эти курсы придуманы и не зря отличают мастера маникюра и потом уже повышение идет моделирование не сидите не выдумывайте велосипед так берем пилку я взяла белую 100 на 180 я вообще и очень люблю серую я использую только когда очень длинные ногти нужно много спилить если не так сильно много материала я всегда беру пилочку белого она самая деликатная на мягкая и я при моделировании с опилом беру ее всегда потому что я выкладываю максимально максимально точно мне нужно только там снять блеск где-то под выровнять и она не снимет лишнего так тут у меня по нарощины был чуть-чуть при запечатывании мы всегда заужаем свободный край чтобы сделать запечатку и потом не был слишком широкий ноготь до при укреплении акригелем свободного края мы тоже можем заузить если ногти очень слабые смотрите нам нужно сделать такой как запечатку небольшой я вот себе тоже так что дело во первых убираем вот эти все искривления у меня тут на этом ногте всегда выше ребенка все я и убрала потому что я им что только не делаю этим указательным я заужаю тоже чуть-чуть свободный край вот смотрите буквально на полмиллиметра вот если посмотреть да вот так на него прямо так выравниваем сразу форму форма должны сразу ровненько только чуть заужены вот я должна смотреть на него и вот приложив пилочку понимать что вот полмиллиметра и у меня будет четкий квадрат а сейчас он зауженный правильно правильно потому что при укреплении акригелем в принципе ногтей мы можем тоже сделать легкую запечатку или выровнять параллели смотрите мы будем спускать вот сюда акригелем мы его спустим и постановим вот этой полмиллиметра и у нас тоже получится такая своеобразная запечатка только акригелем если оставляем длину все равно дело запечатку да вы же все равно подпиливаете свободный край плюс ее нужно менять запечатку можно и делать когда вы делаете мини коррекцию мини коррекцию это вот когда там нужно через две недели поменять цвет вот тогда можно не делать тут у меня розовый прям розовый я вот нам пытаюсь спилить просто на свободном крае я решила оставить длинуть что мне захотелось прям походить с длинными молочными ногтями то же самое вот эти все искры выщербленки в любом случае что-то появляется при отрастании уже как бы такие вот чуть-чуть они где-то неровные параллели мы это все выравниваем выпиливаем убираем просматриваем все отслойки не запечатывайте отслойки старые ну как бы они же никуда не денутся они потом превратятся в еще большие отслойки поэтому просматриваем по торцу вот если видим вот так смотрим в торец и видим темную полоску вот здесь насколько идеально запечатка господи ни одной отслойки если видим темную полоску вот здесь по свободному краю это говорит о том что там отслойка потому что появляется отслойка туда попадает там грязь водичка и там уже как бы темный ноготь поэтому не пропускаем отслойки все убираем тоже по боковым линиям если есть тоже все убираем проходила месяц идеально у меня была база гель-лака в качестве первого слоя я всегда и себе делаю потому что я никогда не одеваю перчатки когда этому что-то мою посуду там или мою полы или еще что-то никогда не одеваю перчатки вот я не не тот клиент который будет беречь ногти поэтому я использую только себе базу гель-лак вообще вам скажу ну кому по чесноку как как я себе это представляю и как мне это нравится и как мне это видится база супер борт которая классическая база для гелевого моделирования она подходит идеально только для сухих ногтей но вот для возрастных то что возрастные ногти это сухие ногти тут уже мне что-то было молочная какая-то база пошла слоеный пирог так мальчики потише там малыши вот уже открылась какая-то молочная вовите я у меня сейчас форма слегка чуть-чуть зауженная вот если вот он хочется прям вот чуточку чтоб шире было вот это идеально понимаете если вы видите что ноготь такой приопили уже как в итоге он должен быть за усть его если хотите сделать запечатку иначе вы не сможете вы даже просто если оставите широким вы спустите туда к ригель то есть на ребро жесткости а потом начнете заужать и спилите вы хотите чтобы была небольшая такая защита и по боковым линиям жестким материалом чуть-чуть заужаете но не переужаете только так чтобы вот совсем-совсем немножко эти в любом случае мы подпиливаем свободный край поэтому и запечатку не менять не получится даже просто элементарно спилить цвет там несколько движений пилкой уже запечатка спилилась плюс все равно и нужно обновлять как бы месяц проходить запечатка и и оставить и сделать и не делать новую но это уже совсем конечно вот примени коррекции да можно при полноценной не рекомендую сравниваем длину сразу на этом этапе все хорошо вы длину всегда сравниваете при коллекции при отпили то есть в первом не потом особенно когда у вас запечатка вот смотрите вы сейчас длину допустим не сравняли сделали моделирование начинаете потом пилить да и потом понимаете что у вас разная длина а там запечатка ок вы начинаете выравнивать длину и что вы спиливаете всю запечатку что такое сбью сегодня все спилили это все хорошо со светом все отлично но уже ладно этот допилю я все конечно же не буду что сделать чтобы время много не тратить на вопросы еще ваши поотвечать вот тут тоже видите уже как бы и вниз линия боковая пошла при отрастании вышибинка появилась поэтому и вот это все мы поднимаем зачищаем и будем формировать новую чистую боковую линию тоже свободный край абсолютно чистый ни одной отслойки я вот с гель-лаком это для меня вообще это смерть я три дня максимум но кстати с файбер база я ходила в прям вообще я еще тогда вам говорила что быть боже мой это первая база щеке это первый гель-лак с которым я проходила там две с половиной три недели и у меня были целые ногти да у меня там были маленькие от слоечки вот смотрим торец он тоненький у меня сейчас ну потому что мне нужно моделировать мол ведь у меня тут было по-моему milk тут еще можно поспилить еще розовый где-то гель остался проверяем все закончили опил сейчас быстренько обработаем кутикулу не буду сейчас все ногти делать сейчас буду на большом большом на большом удобнее удобнее на большом просто показывать я работаю каплевидной фрезой и еще плавно называют на алмазная с красной насечкой абразивность я себе делаю чистый аппаратный маникюр всегда почему потому что мне сухая кожа не сухая кутикула и есть возможность ее убрать чисто шариком потом заполировать резиновой карбидокремниевой какая-то еще тут как а у меня вот и у меня маникюр тогда держится всю коррекцию ну то есть если я себе обрезаю кусачками то у меня буквально там неделя у меня уже все обратно вернулось то есть чем я больше себе обрезаю вообще маникюр нельзя делать часто чем чаще мы особенно обрезной чем чаще мы будем обрезать тем больше будет нарастать это естественный процесс кожа защищается то есть она у нее регенерационная функция присутствует чем больше мы и повреждаем тем больше она защищается она думает что мы ее хотим цель совсем изничтожить и выделяет то есть роговой слой появляется быстрее и больше интересно почему у меня так темно на экране что это это но и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Что происходит? Что, ура? Уже есть? Нет звуков! Кто-то пишет, ура! Так, беда. Я не знаю, что... Я ничего не делала. Я не знаю, что это было. Даша, спасибо тебе большое. Всё. Так как у меня пильное... Скажите, со звуком, с цветом. У меня просто почему-то тёмный экран какой-то. У вас есть? Вам видно хорошо? У вас всё светло? Не понимаю, почему у меня такая темень. Всё видно? Всё слышно? Спасибо, моя дорогая. Даша, как я без тебя? Вот скажи, кто меня красить будет? Лучше, чем Даша, никто не красит. Так. Я, смотрите, так как я делала пильную технику, я всегда говорю о том, что если вы пилите пилками, ну то есть вы делаете технику с отпилом, не старайтесь убрать кутикулу сразу, полностью и очень глубоко. Потому что пилкой один раз заденете кутикулу, уже опиленную, и всё. И будет кровь. А если вы делаете обрезной маникюр, то вообще не трогайте. Просто поднимаете фрезой и только потом уже убираете окончательно. Всё. Приступаем к моделированию. Стандартная подготовка. Nell Prep Ultra Bond база. В классических системах подготовительный этап у нас всегда одинаковый. Обезжирили, нанесли Nell Prep, нанесли Ultra Bond. Что-то у меня какой-то этот флакон. Угу, понятно. Пустой флакончик базы. И база. Чем же я буду делать? Интересно. Я думаю, что тут хоть чуть-чуть, может, есть. Так. Обезжириваем. У нас же офис на втором этаже, здесь, в этом же здании. Вот. И у меня там всё лежит. Основные мои материалы, там коробка. И я сейчас быстро бежала, схватила. И, видимо... А, не, есть чуть-чуть. Хватит. Наносим Nell Prep. В классических системах мы всегда Nell Prep используем. В гирлаке тоже можем использовать, только на зону кутикулы. В классических системах на весь ноготь. Почему в гирлаке на зону кутикулы? Потому что гирлак – это, в принципе, материал, который сушит ногти. То есть, что он делает? Он вытягивает влагу из ногтевой пластины. То есть, гирлак – это губка. Все материалы, смотрите, вот, чтобы было просто вам было понять, все материалы, которые снимаются жидкостью, растворяются. Они все пористые. Материалы, которые не пористые, они просто не пропускают жидкость. Все материалы, которые растворяются жидкостью, они все пористые. Соответственно, они как губка Они воду в себя впитывают и испаряют Впитывают и испаряют То есть то же самое на ногте Когда у нас гирлак Лежит на ногтевой пластине Он в любом случае подтягивает из нее влагу Он влагой питается Но это плюс Когда ногти влажные Слишком влажные Он эту влагу абсорбирует, впускает и выпускает Когда ногти и так сухие Особенно возрастные Если вы будете использовать постоянно гирлак Моделирование, ногти будут становиться Суше, суше, суше То есть он вытягивает постепенно влагу из ногтей И если вы еще дополнительно будете Использовать дегидраторы А дегидраторы это средство Которое вытягивает влагу То ногти станут еще суше, станут ломкими Начнут отслаиваться, скалываться То есть Я думаю, что понятно объяснила Поэтому если мы работаем гирлаком Мы дегидратор только на зону кутикулы Используем, если работали кутикул-ремовером Понятно? Если классической системой То используем полностью на весь ноготь Потому что классика ногти не сушит И классика влагу не любит И ультрабонд Ультрабонд в классических системах Мы используем всегда на натуральный ноготь Вот у меня отросшая зона здесь Здесь И вот так я еще обычно по краюшку прохожу Вот здесь у меня искусственный материал Нужно ли мне сюда ультрабонд? Подумайте Нет, не нужно Потому что ультрабонд для сцепки Натуральной пластины И искусственного материала То есть наносить его на искусственный материал Смысла нет Поэтому не расходуем материал И базу наносим Я наношу в данном случае базу герлак У меня кисточка уже какая-то Это 100-летний уже законченный герлак Я нанесу его кисточкой И возьму отдельную Разнесу Мы вот так раньше и работали всегда Кто помнит Наносили по капельке Базу На все ногти там на 5 И отдельной кисточкой Наносили Сушим 30 секунд И наконец-то наступает долгожданный момент Я его еще не открывала Сейчас будем вместе с вами распечатывать Уже запылила Ну это в моем стиле Видно-видно-видно Да, это тут выкрыть Видимо это уже у вас были Крики души А я их не слышала Звук крякает Ай нет звука Вот это да А я там сидела Вам рассказывала Ну бывает Я его очень хочу Аня, почему вы себе наносите не супербонд? Я вам уже рассказала Итак да 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 все закрыто запечатан моя прелесть обожаю обожаю я тебя так апресиновую палочку безусловно либо евро клинцер либо жидкость для очищающий спрей либо евро клинцер ни в коем случае не берем жидкость для снятия гель-лака это очень агрессивная жидкость она растворит покригель можно евро клинцер но если работаете с кистями то берите лучше очищающий спрей потому что кисть портится после евро клинцера самый безопасный это очищающий спрей палочку смачиваем жидкости прежде чем набирать так я в тубах не привыкла работать сколько тут мне его надо будет на ноготь бог его знает возьмем вот такую каплю я думаю что можно будет добавить да смотрите он мягкий потому что в помещении как я вам уже говорила 750 градусов выше нуля у меня тут еще не было все выходные и в пятницу меня здесь не было это была закрыта дверь кстати очень удобненький ой класс какой классный у кутикулы мы сразу его на нет сводим смотрите вот так аккуратненько 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 маняшка вот так оттаскиваем сразу и вот сюда уже в толщину спускаем вот сюда мне уже нужно спустить ребро жесткости видите я беру и и уже не в тонкую толщину а вот прям вот миллиметр выравниваю спустила его так выровняла вот чтоб сразу была ровная боковая линия то же самое он прям прям такой мелкий но это из-за жары девочки это из-за жары спускаем вот тут сразу тоже убираем вот эту толщину большую стаскиваем ее и вот смотрите что я делаю вот так раз вот так вот очень аккуратно спускаю боковую линию смачиваю выставляю палочку сбоку и вот так подравниваю то есть самую точную выкладку можно сделать только акригелем ну прям очень красивый так толщина у меня смотрите большеватая вот здесь миллиметра полтора это много можно вот так прям выгладить теперь берем кисточку можно и без кисточки тоже на ваше усмотрение смотрим в чем у меня кисточка выглаживаем чем-то оранжевую мне кисточка тоже вот так вот бесподобный цвет какой цвет красивый и вот так вытягиваем к свободному краю чтобы как будто бы сделать запечатку я вам хочу сказать что очень комфортный в работе акригели смотрите я как будто запечатала свободный край только акригелем и на весу у меня просто жидкость испаряется на воздухе постоять жара какая и вот так вот подравниваем параллель выравниваем свободный край если вниз не дай бог попал вот так кисточкой выровняли жара конечно дичайшая просто течет течет и все и сушим изнутри мы точно так же как и запечатку когда мы делаем обязательно выпилим кстати не печет тема акригель milk ой мы забыли кстати что за тема акригель новый акригель мы сегодня работа вы работаем новым акригелем вышел акригель milk у нас не было этого оттенка белый в новом формате в тубах и также еще вышел в тубе акригель cover то есть все просили все очень долго ждали а какие этапы нужно пройти чтобы уже стать технологом не поняла технологом чего это чайки да это чайки у меня сейчас вам покажу у меня окно мансарда и они у меня тут прямо над окном летают а дома у меня открыт балкон я живу возле реки прямо на набережной и они у меня там вечером я засыпаю и у меня чай очки орут я очень люблю а он по своим свойствам такой же как банки да точно такой же как банки он один в один как как ригель cover я уже рассказываю чонка мне когда тестировала вот только появлялся он я думаю прям искали мы чтобы был как ковр что ковр самый идеальный он мягкий при этом он жесткий то есть он амортизирует на при этом он хорошо стоит он пилится хорошо он безупречный по цвету он идеально выкладывается ну короче вот прям кайф цена кусача 1900 за 300 за 30 грамм это еще почему кусача смотрите банка идет 15 грамм банка стоила 900 рублей по моему если не ошибаюсь 15 плюс 15 900 плюс 900 1800 или 1100 стоило 1100 кому стоила банка плюс это новый цвет ну как бы я не знаю какими вы работаете материалами блин глянь зараза девочки успокоились вот дают очень много остается 100 вот насколько не угодишь вообще никому как только выпустили в банке просто кричали во все уши что банки неудобно и все такое выпустили в тюбике теперь в тюбике неудобно короче есть в банке еще какие-то акригели есть в тюбике берите выдавливатель для краски я вначале сказала берите выдавливать ледокраски и ни капли акригеля там не останется не выдумывайте о 1215 грамм а здесь 30 грамм 1950 так держку сача чайки тоже обсуждают какой кайфный акригель да все просушили ой какой он красивый он блестит девочки но это он блестит не из-за того что он с блестками из-за того что у меня кисточка в блестках бывает все как конфетка матовый такой все сняли липкость берем теперь фрезу керамическую ставим небольшие обороты у меня ноготь был нарощенный поэтому мне там еще кусок нарощенного мне нужно здесь чуть под выпилить ведь у меня нарощенный вот здесь нарощенная там свой идет я чуть-чуть здесь ступеньку убираю аккуратно аккуратно теперь смотрите что делаю чуть-чуть обороты уменьшаю и подчищаю свой ноготь вот там этот серого налета только ни в коем случае не делаем это на больших оборотах иначе сможем ноготь повредить все чистенько когда выпиливаем изнутри смотрите мы ставим фрезу четко параллельно поверхности ни в коем случае не стану вот таким образом иначе мы выпилим вот там а толщина вот здесь останется чтобы подровнять арочку переворачиваем вот таким образом мне захотелось сегодня длинный квадрат четкий все и теперь уже придаем форму свободному краю опил мы начинаем всегда со свободного края боковые линии выравниваем от вроста до торца линия должна быть ровный без зазубрин переворачиваем параллель намечаем то есть длинный квадрат еще и четки но не делается без опила даже если вы делаете гир лаком но если вы делаете гир лаком без опила то скорее всего форма нечеткая потому что у квадрата четкие параллели при переворачивании сцентровывание материала блин да чё вы так орете но я не могу закрыть окно девочки потому что я задохнусь снимаем блеск смотрите как должно быть выложено около кутикулы около кутикулы материал должен быть выложен так чтобы я смотрели пилкой только сравнивала эти ступеньки быть не должно если вы выкладываете что вот такая ступенька у вас здесь и потом начинаете и спиливать при давлении на свежий материал только что с полимеризованы может тут же пойти от слойка понимаете поэтому под не зря мы говорим что кутикулы мы сразу выкладываем так чтобы там толщины не было вообще чтобы мне нужно было вот только вот так легко пройтись и снять блеск выровнять это важный момент если ступенька осталось и вы и не выпили то отслойка также пойдет через два дня через три дня одна из причин от слоек у кутикулы этот ступенька и теперь боковую поверхность смотрите пилка лежит абсолютно ровно эти поверхность опиливается таким образом боковая что вы видите что у меня вот четкий пропил и пилка лежал абсолютно ровно не гуляла никуда вот я и прилепила и пошла спустилась ниже точно так же поднялась выше с другой стороны точно так же пилка лежит ровно никуда не ерзает четко ровно на боковой поверхности просто перемещается снизу вверх и вы когда пилили боковые поверхности вы должны уже видеть сверху четкий квадрат потому что если вы видите что он какой-то такой бочковатый или округлый это сто процентов толщина прячется в боковых линиях то есть в боковых поверхностях вот именно вот здесь в те зоны которые сейчас только что впиливала а вы когда вот если не знаете архитектуры не умеете пилить поверхность вы думаете что если он толстый или широкий по бокам то его нужно снизу попилить или сбоку попилить но никогда не пилится с одной плоскости боковая сторона всегда пилится снизу сбоку сверху снизу сбоку сверху как собирается в кучу если вы пилите по какой-то по одной плоскости то вы либо перепилить и боковые линии, либо он все равно становится толстым. Все. И здесь мы уже идем от кутикулы к свободному крому. То есть я вам еще и полностью отпил сейчас, показала. При желании, если вы сейчас это можете пересмотреть, я сохраню, естественно, усвоите, то вы можете в принципе отпил отработать. И переходим к зоне свободного крана. Нам нужно убрать толщину. Я сейчас некорректно показываю, потому что вот так мне неудобно. Сейчас чуть-чуть выше подниму телефон. Так, сейчас, секундочку. Мне чуть-чуть надо переставить крепеж. А, чайки. Да. Я очень люблю под них засыпать. Мне прям капец, как нравится. Мне там кто-то говорит, типа, вот посмотрим, что ты скажешь там через время. Ну, как бы, я такой человек, меня если бесит, то это бесит сразу. Не будет так, что мне потом сейчас все хорошо, а потом они меня бесить начнут резко. Вот для меня пил формы квадрат, это медитация. То есть я, когда пилю квадрат, у меня просто все. Я даже могу так замолчать, и вот сейчас вот просто улететь куда-то. Обожаю, просто обожаю. То есть в аппеле, по сути, в аппеле нет ничего абсолютно сложного. Есть зоны, которые нужно правильно пилить, правильно держать пилку, знать, какая зона за толщину чего отвечает, где правильно выложить материал, чтобы там все было красиво, идеально. Все. Ну, то есть это четкие знания. То есть архитектура искусственных ногтей, это четкие знания и четкие понятия. То есть если в дизайне, вот я же, вот сейчас даже, знаете, со стороны судьи, я очень много чемпионатов отсудила, и мне очень нравилось судить именно чемпионаты, именно секцию моделирования, потому что в моделировании нет такого понятия, как нравится, не нравится, там, на свой вкус и цвет, знаете, вот на вкус и цвет товарищей нет. Потому что в дизайне, это такое понятие вообще дизайн, очень размытое. Даже понятие красоты в дизайне, особенно в nail art, это очень размытое понятие. То есть кому-то нравится вот такое, кому-то вот так. А все судьи все время спорили, там, тысячу миллион обсуждений у них, совещаний, пока они там решат, какой дизайн лучше. В моделировании все понятно. Есть параллель, есть боковая линия, есть торец, есть толщина торца, есть зона кутикулы, которая должна быть ноль, есть торец, который должен быть 0,5, есть арка, которая… То есть моделирование – это техническая работа. То есть нет… А мне вот так нравится. Нет. Поэтому я говорю, что этому нужно научиться. Научиться – это техническая категория, да, в nail вообще индустрии, которой нужно научиться. Нужно научиться, нужно знать параметры и их отработать. Определенное количество – все. Глазомер у вас, он со временем наработается. Вы думаете, вот я сразу все это видела? Ну нет, конечно, и косые, и кривые, и пилила, и каких только не было. Все со временем. Я постоянно обучалась, постоянно брала модели, отрабатывала, видела, что не так, отрабатывала, отрабатывала и отрабатывала. Все. И в один момент, я даже помню этот момент, когда у меня вот так щелкнуло, и я поняла, что все, я пилю красивые ногти. Но до этого нужно выучить параметры, зафиксировать их у себя в голове, а фиксируются они только с отработкой. Если не проходили вы моделирование, то срочно идем учиться на курс по моделированию. Если проходили моделирование, ну там не у нас, или очень давно, там бог знает когда, у нас есть мини-курс, называется моделирование с опилом. Там у нас и архитектура, и биохимия акрилатов, и опил всех видов форм. То есть салонное моделирование. Опил квадрата, миндаля, овала, стилета салонного. То есть даже вот параметры архитектуры, параметры архитектуры, биохимия акрилатов, это те темы, которые вы должны взять наизусть. Понимаете? Наизусть. То есть когда-то там, где-то там, если я училась 10 лет назад, нужно повышаться, нужно повышать квалификацию. Я вам сегодня, сейчас только об этом подумала, выставлю ссылочку с курсом моделирования с опилой. Это мини-курс. Он что-то там совсем недорогой. Кому нужно, берите, повышайтесь. Там вся информация по моделированию. И опилу есть. Выставлю сегодня этот курс, и дам вам на него скидку 20%. Только чуть попозже, я не попросила еще, менеджеры не подготовили. Я выставлю. Я выставлю эфир в ленту. Обязательно. Все. Мы закончили. На данном этапе, если есть желание, можно доработать кутикулу, нанести кутикул-ремовер и почистить. Я это очень дело люблю. Во-первых, опила куча под кутикулой. Во-вторых, ну, вообще, в принципе, не помешает дочистить птеригий. Нанесли буквально там 30 секунд, и можно очистить. Я доделаю себе все ногти сегодня. Ну, надеюсь, все, ну, хотя бы одну руку точно. Сделаю какой-нибудь дизайн. Выставлю мастер-класс. Давно я не делала. Вообще себе давно не делала ногти. И давно не укладывала мастер-классы. Я не буду сейчас покрывать топом, потому что мне еще делать дизайн. Ну, как бы вот такой ноготок у нас получился. Сколько стоит курс, я выставлю обязательно. Моделирование в курсе на материалах. И на гель-лаке есть, и на геле, и куча-куча. Ой, Господи, что это было? Так, сейчас буду отвечать на вопросы. Короче, я в восторге. Мне очень нравится он и по цвету, и такое прям... Все. У меня будут красивые молочные ногти. Все. Идеальный квадрат. Да, я перфекционист в форме. И знаете, вот сейчас признаваться буду. Когда карантин начался, нам пришлось с Верой Николаевной три недели каждый день вести эфиры в девятиэтажке, когда мы с ней вдвоем работали, никого больше не было. я же очень сильно тогда нервничала. Я только начинала вести эфиры, я до этого проводила там несколько раз всего. Катя меня там напрягала на своем аккаунте вести, а у себя я не проводила даже. И мне пришлось вести каждый день эфиры три недели подряд. Я настолько сильно нервничала, вот вы не представляете. Я каждое утро просыпалась и понимала, что, господи, мне сегодня опять этот стресс переживать. Я вам на примере объясню. У меня работаю, уже стаж был десять лет, вот представьте. Я уже участвовала в конкурсах. Уже и чемпион, и судила, и выступала там на шарме, проводила мастер-классы. Что такого провести эфир? Все, что новое, все, с чем вы ни разу не сталкивались, все вызывает страх и какие-то вот боязнь того, что-то сделаешь не так. И те, кто был со мной с тех времен, вот год назад, когда я начинала вести, вы видели сто процентов, как я разговаривала, как я боялась. Может быть, это не было видно по моему лицу и по разговору, но я не могла, например, пилить красивую под камеру. Это же неудобно. Вот те, кто ведет эфир, они понимают, что это безумно некомфортно под камеру. Нужно видеть в камеру что-то делаешь. Нужно видеть так, что ты делаешь. И нужно говорить еще складно. То есть, это очень сложный процесс. Я тогда, когда начинала вести эфиры, я не могла говорить и делать одинаково хорошо. Если я говорила, все вообще складно, я косячила на форму. Я потом смотрела, вот так вот, господи, как это я сделала, понимаете? У меня ужасные были, такие косяки. Это просто. Я смотрела, мне Вера Николаевна, что ты там видишь, все нормально. А мне вот прям плохо было, потому что я жуткий перфекционист по форме. Я видела, что я накосячила. Я думаю, господи, это все видели, что я эту линию неровно опилила или там неровно я ее выложила. То есть, я хочу сказать, что это абсолютно нормальное состояние человека. делать ошибки, делать не так, оценивать себя, не нравится там что-то тебе в себе, не нравится, как ты пилишь. Это все абсолютно нормально. Единственное, что кто-то, вот, ну и хрен с ним, да, а кто-то хочет стать лучше. Вот если ты хочешь стать лучше, и мне очень нравится, что вы активно задаете вопросы, вы хотите научиться, вы смотрите эфир час. Я не смотрю эфира никого, час, понимаете? Вы сидите и смотрите час. То есть, вы все, кто здесь есть, вы растущие мастера. Я уверена, что у вас все будет хорошо. Только делайте, берите и делайте. Посмотрели, взяли, на себе попили, посмотрели, взяли модель. То есть, все с опытом, все с опытом. Кстати, как я год назад, я смотрю сейчас свои сторис, я просто жжу, просто, да, умом помрачения. Это же просто смешно. Я настолько, было зажато, я записывала сторисы по 55 раз подряд. Вы представьте, записываю, говорю, смотрю, то там глаз не такой, то сказала не так, то смотрю, как пьяная в одну точку. то есть, я просто вообще, нет, сейчас все, все отпустила. Почему? Я что, устал? Нет, я просто привыкла к этому. Поэтому делайте, делайте, не стойте на месте, и все будет круто. Нравится вас смотреть. Спасибо большое, спасибо большое. Я просто через все это сама прошла. Я вас понимаю, поэтому на любой вопрос могу ответить. Я понимаю, как страшно, понимаю, как, что такое, когда тебе не нравится, как ты делаешь. Я понимаю, что такое, когда не получается. села такая делать модели, думаю, сейчас такие ногти сделаю. Сделала, и не нравится, и сфоткать нечего. Это все нормально. Это опыт, который вы приобретаете. Если вы не стоите на месте, а постоянно что-то делаете, вы просто в один прекрасный момент поймете, что вы все, все, я классно делаю ногти, я супер мастер. Но до этого должно пройти время. Для этого должно пройти там 100 моделей, 50 моделей, 100 обучений, 500 эфиров. Накапливайте в себе эту информацию. Благо, сейчас время такое, ее куча полно, бесплатный, всякий разный. Проходите курсы, смотрите эфиры, и все будет клево. Я эфир обязательно сохраняю, даю вам скидочку на курс. Кому нужно повышение, в сторис будет ссылка. Все, девчонки, ждите мастер-класс. Будет дизайн, будет красиво. Пока.